дорогие друзья сегодня хочу предложить вам прослушать проповедь которая звучала в церкви дверь неба города днепра украина который господь касался наших сердец и говорил нам о чем-то очень важном например о том что мы письмо христова всеми читаемая и всеми узнаваема знаете как важно понимать эту ответственность и привилегию в которой мы находимся поэтому откройте свое сердце будьте предельно внимательны к слышанному слову божьему к нашей жизни и я знаю господь духом святым произведет огромные перемены в лучшую сторону если мы сегодня услышим и осуществим все то что бог говорил в этих словах увидимся в конце программы да благословит вас господь вот знаете что интересно апостол петр который видел иисуса в практике он знал о чем он учит но он видел его больше всего они жили вместе три с половиной года я всегда говорю что любить дальнего намного легче и проще чем любить ближнего дальнего васю из нигерии я так люблю аллилуйя братик мой люблю тебя любовью господа пишу тебе электронные письма знаю что ты живешь 10 тысяч километров от меня и это любовь к дальнему здесь у нас у всех пятерки по пятибальной системе но любить ближнего окажется сложнее он сидит рядом на церковной лавочке с тобою он тебя уже достал своим присутствием на одной кухне ты каждое утро встречаешь этого ближнего ну уж господи избавь меня от ближнего моего господь говорит а я хочу чтобы ты научился любить ближнего я хочу чтобы ты смотрел на своего ближнего как как будто этот господь которому ты служишь знаете религиозные говорят жена домолчит жена это типа ну как как собака в исламе да вот что муж не доел жена доедать религиозные там написано жена должна бояться мужа и знаете он уже так в роль вошел такого знаете наполеона местного разлива он уже бонапарт семейный он над женой словом божьим буква ее долбит каждый раз посмотри написано жена да молчи молчи я сказал кто в доме хозяин я или таракан по столу это буква которая убивает любови взаимоотношения аминь и многие люди сделали акцент на это жены как третий сорт через них грех вошел в мир ну и что а во христе иисусе нет ни мужского ни женского пола а во христе иисусе не важен конверт важно то что внутри конверта любить господа и люби жену как самого господа аллилуйя мы не договаривались слова пришлось петр говорит и он учит он советует он видел это в практике слуги со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким 18 стих но и суровым ибо то угодно богу чтобы помышляя о боге перенося скорби страдая несправедливой но вы к тому призваны потому что и христос пострадал за нас оставив нам пример чтобы мы шли по следам его почему этот пример был смотрите он не сделал никакого греха и не было даже лести в его устах иисус не пытался выстилаться под царя ирода когда к нему привели и он креститель его двоюродный брат и притеча он единственный в израиле кто мог сказать царю о его грехе не стесняясь не боясь о последствиях он сказал все молчали знаете как этот фильм о голом короле все король голый а все ходят или цибель у вас такой костюмчик с такой прикид а галстук вы сидите один вы помните этот детский фильм да из детства помните все лгали почему потому что царь сидит голый в семейных трусах на троне ему на лапши на уши навешали что это особая ткань мы пошли вам особый дизайн и знаете и заходят все такие шестерки под лизы и заходят сначала не смотрят царь в трусах что-то с головой наверное у него случилось они начинают лицемерить они начинают выселаться вас так вынаряд у вас так все красиво ну там девочка или мальчик кто там зашел мальчик сказал на право зашел и о царь голый смысле голый ну смысле в чем мать родила трусы успел одеть а так вообще голый оригинальный вы знаете иоанн креститель единственный послушайте кто мог сказать проезжающему кортеджу президента о его грехе все говорили ти голову снесу ну и пусть тебе тебя в тюрьму посадят ну и пусть но я единственный кто отличаюсь от всей этой греховной системы я говорю правду иначе не могу и не хочу и апостол петр он говорит о том что иисус не грешил все пытались его обвинить каких-то причастностях он изгоняет силою везельвеула он мошенник он обманщик он тот он все разные молва слухи и молва ходила о нем но иисус не сделал ни одного греха смотрите и лести даже не было в его устах то есть он называл белое белым черное черным он не старался прогибаться под изменчивый мир как пел макаревич он пришел сюда чтобы мир прогнулся под него аминь будучи злословием помните когда он себе висел на кресте вот представь себя на его месте тебя обидели наказали прибили ко кресту и еще в последние секунды жизни клевещут говорят издеваются если ты сын божий сойди из креста и мы уверуем в тебя представлять ты мучаешься ты страдаешь тебе больно тебе обидно тебя оплевали избили у тебя вся спина в крови на голове терновый венец и тут эти все шакалы сатаны гавкают самый критический момент что ты сделал я и ты на мы мы бы внутри бы нас возникла господь как ты допустил это до ропот или рот закройте негодяй нечистивцы чтоб вас гром побыв на украине у нас скажет чтобы вам языки поотсохли как вы могли справить ником такое это мы а он сделал по-другому будучи злословим что не злословил взаимно будучи злословим не злословил взаимно но придавал это судье праведному то есть иисус для нас был примером и остается потому что часто мы пытаемся за себя сражаться часто мы думаем что богу нет дела до твоей ситуации в которой тебя обидели тебя действительно опустили тебя а тебе такое сказали а тебе такую сплетню пустыли ты ходишь сам не свой как кто-то сказал что обида это когда ты выпил чашу яда а ожидаешь что умрет кто-то другой вы слышите братья и сестры мудрый совет если ты не можешь простить обидчика и носишь внутри себя этот яд непрощения не ожидай что другой умрет от твоего яда который внутри тебя умрираешь ты он и знать не часто мы злословим злословящих не понимаю что ты в этот момент теряешь божье присутствие ты пытаешься за себя заступиться отдай богу эту войну возьми пример здесь написано он наш пример он эталон для подражания скажем на это аминь братья и сестры отдай в руки господа эту обиду этот наезд это непрощение эту сплетню все отдай в руки господа если ты ходишь перед богом будь богоугодником они человека угодником он грехи наши не за свои его убили за наши вознес телом своим на древо чтобы мы избавившись от грехов жили для правды и ранами его мы исцелились мы были как овцы блуждающие не имеющие пастыря когда овца гуляет сама по себе живет сама по себе она рискует нету пастуха который бы выбирал бы из ее этой шерсти вот эти все знаете колючки я видел фотографию фейсбуке недавно овца стоит знаете и у него шерсти наверное пол тонны и не просто знаете такая белая расчесанная эластичная огромная как туча туча представляю там тельца маленькая туча шерсти и вся в каких-то вот этих знаете верблюжьих колючках каких-то вот этих и я представляю вот эта овца ходит по жизни и не имеет пастыря который бы стрих стрих ее заботился о ней выводил этих клещей замазывал эти раны кормил водил к водам тихим давид 22 псалом описывает что делает господь говорит когда я голоден он укормит меня господь пастырь мой я ни в чем не буду нуждаться потому что моя жизнь под контролем его а что такое одиночное христианство это когда ты вот это овца вся умная образованная с дипломами на стенке прибитая ну и что толку ты без пастуха загнешься беги в церковь беги к пастырю он не чужой человек для тебя ты сам себя абортировал от любви и заботы бога как одни умирали на необитаемом острове и они ждали корабль они ждали что приедет там какой-то корабль сверхъестественность спасет их и так и не дождались и пришли господь почему мы утонули на ней там необитаемом острове я к вам лодку посылал вы сами отказались понимаете часто бог нам посылает человека говорит тебе нужно в церковь не не я не пойду кому ты хуже сделаешь кто тебе доктор у меня болезнь а я не пойду в больницу умру больным не пойду очень немудрое решение очень немудрое решение беги к богу беги в церковь иисус не ошибся когда он сказал я создам на этой земле церковь мою это значит ты не ходя в церковь сомневаясь важности церкви ты как бы ставишь под сомнение то что сделал иисус христос иисус сказал я создам церковь мою на этой земле и врата ада ее не одолеют сегодня многих одиночных христиан одолел дьявол сидит на шее и ноги свесил и погоняет погоняет от болезни к проклятиям от проклятиям болезни к нищете к одиночеству это все на фоне того что есть место где ты можешь быть счастливым это поместная церковь это не здание и купола это живые камни это люди взятые в удел чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет и я верю что каждый человек может реализовать свой жизненный потенциал через церковь иисуса христа музыкант толку от твоей музыки если ты не поклонник бога артист толку от твоего артистического дара если ты не часть божьего народа который за тебя молится и ходатайствует и покрывает своей ходатайственной молитвой все твое творчество политик толку от твоих политиков эти пришли грабят те пришли грабить только шапки меняешь и название партии ну и смысл в этом а мы имеем такого царя которого не надо переизбирать раз в пять лет это наш царь иисус мы счастливы блажен народ у которого господь есть бог и так можно любую сферу взять коснуться их то в огромный плюс аминь второе коринфянам 4 глава мы отовсюду притесняемы но не стеснены мы в отчаянных обстоятельствах но не отчаиваемся мы гонимы но не оставлены не излагаемы но не погибаем всегда носим в теле мертвость господа иисуса чтобы и жизнь иисусова открылась в теле нашим ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради иисуса чтобы и жизнь иисусова открылась в смертной плоти нашей какие удивительные слова мы гонимы но не оставлены мы не излагаемы но не погибаем мы всегда в на внутри нас нож носим эту мертвость иисуса христа кто-то говорит как бороться с грехом как побеждать искушение как под побеждать атаки на разум сегодня дьявол атакует мужчин через дух порнографии да и женщин сегодня дьявол подсовывает искушение и многие христиане бессильны знаешь почему потому что они не понимают что мертвость ко греху внутри их есть когда ты говоришь я не буду это не из-за того что мне нельзя а из-за того что внутри меня есть мертвость иисуса христа и я побеждаю этого голиафа потому что я в завете с моим господом тот кто во мне больше того кто предлагает мне уйти от пути господнего сегодня этот мир скатывается сегодня люди я посмотрел это знаете растление которое сегодня поразило американское общество господи и просто иногда знаете сердце кровью обливалось и на этом фоне растление друзья как хотелось бы чтобы были другие люди чтобы был народ который не поддался влиянию этого мира мы остались знаете как невеста белоснежных одеждах мы не пошли на компромисс с этим миром мы не простилались не прогибались под политиков что мы не прогибались под людей под религиозную систему для нас меньше всего было а что думает интересно что думает о нас люди самое главное что думает от нас бог мы тот народ который должен отличаться от всех народов мира знаете мне нравится этот пример израиля даже когда они были в рассеянии когда их хотели ассимилировать когда вавилонский царь в отличие от египетского он был хитрее знаете что в израиле есть два пленения 1 430 лет египетская где физически царь египта фараон хотел уничтожить а есть семидесятилетнее пленение царя вавилона который предложил им все все взамен чтобы они пустили корни в этот вавилонский мир евреи всегда они отстраняли себя давайте к нам давайте это не не извините у нас своя философия у нас свой образ жизни у нас свой язык не давайте 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 ваши дети мы им бесплатное образование давайте они заговорят на всех языках мира давайте мы вам создадим условия в бизнесе давайте давайте вавилонский царь давайте ребят зачем вам идти там напрягаться стройка здание разрушено иерусалимского храма нету стен нету там там просто ужас нет нет мы своей идентификации как особый народ перед господом не потеряем и не на что не променяем знаете столько народов уже не существует на этой земле столько языков уже нету до сих пор народ и язык который господь заключил в завет с авраамом он до сих пор существует в этом мире знаете это как напомню в советское время были такие кубики сахара в поезде ты взял чай и и сахар и бросил его это его почти всю дорогу пытаешься расколотить а он не растаивает этот кусочек рафинад прессован знаете так хотелось бы чтобы этот мир нас не растворил под себя скажем на этом и чтобы мы остались людьми которые наивысшего избрания и предназначения для бога чтобы мы не опустились на этот уровень языческого христианства меня любят потому что я люблю и я люблю потому что меня любят иисус говорит это языческая любовь матфея 5 6 7 это конституция царства божьего когда толку от того что тебя наказали за проступки христа пострадал подожди не приплетай сюда свою глупость пострадал за безделье пострадал если бы ты жил свято и эти люди набросились на тебя как шакалы как воронье на эту белую ворону пытаясь заклевать ее это одна ситуация если ты пострадал за свои проступки христос здесь ни при чем ты письмо христов ты живешь среди этого развращенного мира ты тот который носишь мертвость господа внутри себя поэтому любой соблазн можно любое искушение любой грех можно уничтожить когда у тебя внутри есть откровение что мертвость иисуса христа она сильнее чем все искушения которые тебе предлагает сатана скажем на это аминь вот почему мы не такие как все мы не от мира сего живя в этом развращенном мире последнее ибо если угодно воле божьей лучше пострадать за добрые дела нежели за злые потому что и христос чтобы привести нас к богу однажды пострадал за грехи наши праведник за неправедных был умершлен по плоти но ожил духом которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал некогда непокоренным ожидавшим их божию долготерпению во дни ноя во время строения ковчега в которой немногие то есть восемь душ спаслось от воды так и нас ныне подобно образу крещения не плотской нечистоты омытия но обещание богу доброй совести спасает воскресением иисуса христа который взойдя на небо прибывает одесную бога и которому покорились ангелы власти и силы на этой земле эти власти земные не покорились эти религиозные люди не покорились наоборот заказали его убийца убийство но он пошел на небо и сегодня он ожидает нас своих сыновей и дочерей которые не осквернятся от этого мира но сохранять свою небесную идентичность со своим небесным богом ну вот мы подошли к завершению нашей программы и я хотел бы сказать сегодня что-то очень важное тем людям особенно тем людям которые впервые смотрят телеканал христианский и вы еще не делали самого важного в вашей земной жизни что это самое важное в моей земной жизни спросите вы у меня я с удовольствием отвечу самое важное это покаяться в своих грехах и попросить господа живого настоящего истинного бога небо и земли войти в ваше сердце потому что это единственное место где до сегодняшнего момента нету бога он вездесущий кроме этого маленького вакуума который заполняется через момент покаяния грешника склоните свое сердце закройте глаза и прямо сейчас возле экранов своих телевизоров или компьютеров повторите слова этой простой молитвы которая навсегда изменит ход вашей земной жизни скажите за мною так дорогой небесный отец я прихожу к тебе таким как я есть через имя иисуса христа я молюсь к тебе мой бог и я говорю что я грешен я нуждаюсь в прощении милости и благословения прости меня за смерть твоего сына на кресте я осознаю и я раскаиваюсь что иисус умирал за мои грехи и на третий день воскрес для моего оправдания запиши мое имя в книге жизни и я посвящаю тебе всю свою будущую жизнь да будешь ты прославлен через меня на этой земле мой великий бог отец сын и дух святой аминь друзья я поздравляю вас с этим замечательным событием сегодня господь вошел в вашу жизнь однажды когда вы встретитесь с ним на небесах он скажет что это был самый важный поступок и самое важное решение которое вы приняли для того чтобы сохранить спасение рекомендую всегда всем повсюду делать простые вещи первое начните молиться к богу с момента покаяния он уже слышит каждую вашу просьбу и с удовольствием будет вам отвечать на нее второе читайте библию потому что этот духовный хлеб который нужен каждому из нас кушаешь живешь не кушаешь умираешь очень простая арифметика и третий момент найдите поместную церковь там где вы живете наверняка есть люди которые также называют себя христианами читают библию церковь бога на этой земле так важно чтобы нам состояться потому что поодиночке мы не сможем удержать то что бог нам сегодня даровал и четвертый момент очень важный подпишитесь в социальных сетях на наш аккаунт чтобы первыми узнавать о всем что происходит сегодня в церкви дверь в небо мы с радостью будем присылать вам информацию вы будете первыми кто будет слушать проповеди и видеть все новости служение церкви дверь неба города днепра мы любим вас и благословляем до новых встреч в программе в последнее время с вами был юрий канавалов аминь а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...